Футбол в Самаре Больше, чем в футбол Футбол в Самаре Больше, чем в футбол Здравствуйте В эфире Южная Трибуна Пускай твердят, что все мы здесь не ангелы Но крылья есть у каждого из нас Крылья продолжают играть Все мы знаем, что в последний матч Они уступили Локомотиву 0-1 Все равно наступает новый период И в эфире Южная Трибуна И мы приглашаем сюда На Южную Трибуну футбольный мяч Вот Евгений Гецко заходит Он постоянный наш эксперт и гость А мы приглашаем сюда на Южную Трибуну Старшего тренера профессионального футбольного клуба Крылья Советов Владимира Шкребу Добрый вечер По традиции Крылья Советов Южная Трибуна И журнал Самарская судьба У вас Самарская судьба Сейчас она делает Зигзаг, поворот, всплеск В общем достаточно сложный период Вам свежий номер Журнала Самарские судьбы Присаживайтесь пожалуйста Старший тренер Крылья Владимир Шкребов Несколько новостей То что Крылья проиграли 0-1 И могли бы не проиграть И грозный и страшный Локомотив Который очень достойно играл И Санжи И в матче с ЦСКА Выглядел вовсе не таким Мы сейчас поговорим с Владимиром Александровичем Крылья смогли так сыграть Или Локомотив был не совсем такой Понятно, да Мы все имеем ввиду Вот это сложное положение Андрей Кобелев покинул команду И мы говорили о том, что Ну был какой-то психологический, эмоциональный Игровой тупик Он был очевиден Была некая обреченность Ну вот Крылья первый матч проиграли Многие начинают говорить Им кажется, что не было Предыдущей семи матчевой безвыигрышной серии Без этого ощущения обреченности И сейчас, ну так болельщик устроен Он переживает А может быть? А вдруг? Еще несколько новостей Сегодня Российский футбольный союз перенес Пошел на встречу Капелло Ну, говорят, в полном объеме удовлетворили его требования Тем не менее, перенесен только 19-й тур 20-й тур, простите 20-й тур, да, где у нас запланирован матч ССК Перенесен на 9-11 марта Но 19-й тур значится Да, мы играем с Амкаром Это будет 8-го декабря Но если будет, да, выше, ниже, вернее, минус 15-й То матч не состоится И я думаю, что это большая проблема Чтобы в Перми 8-го декабря Ну вот удивительно А если будет, Владимир Александрович А если будет минус 14-й Вот вам микрофон Если будет минус 14-й, матч состоится? Ну, в любом случае Нужно принимать взвешенное решение Чтобы сама игра Она приносила удовлетворение И зрителям И ни в коем мере не повлияла На здоровье футболистов Посмотрим, что будет В этом предпоследнем туре И тогда будем принимать решение В любом решении должны быть взвешены Несколько слов о нашем гости С 94-го года По 99-й год Владимир Шкреба Тренер футбольной команды Крылья Советов И помощник, и товарищ, и единомышленник Александра Аверьянова Помним мы этот период Когда говорили Не хватает, может быть, класса Не хватает средств клубу Но команда играла Да, впервые тогда она заняла Седьмое место Да, Металлург начал заполняться И рекорд принадлежит Металлургу Именно тогда При Аверьянове и Шкребе Когда в 43 тысячи было 44 тысячи на матче с Аланей Вот в тех условиях Я не знаю, перекликаются Владимир Александрович Перекликается ли вот тот период Когда казалось Из чего как бы можно Сделать команду И она была сделана Главное, что было И была команда И вдруг игроки Которых невысоко ценили Как бы специалисты Гарникова Лянква Который был звездой И не просто по названию Он обыгрывал Делал изумительные Полезные передачи Вообще очень полезен Булатов, который потом Играл в торпеды В Спартаке И команда, которая как бы называлась Команда середняков Бойцов Она, да И показывала фрагменты Просто очень осмысленной Интересной игры Вот нынешний период С тем, когда вы пришли Вместе с Аверьяновым Как-то перекликается Или все-таки сейчас Уровень игроков Все-таки объективно Выше в нынешней команде Я бы так сказал Схожая ситуация В чем-то Сергей есть В чем-то есть схожая ситуация Но я хочу отметить такой момент И тогда В команде В нашей Были собраны игроки Которые по своему духу Они Хотя они были Многие и приезжие Гарник тот же самый Он был приглашен с Рязани И Андрей Рязанцев приехал И Захаров И Саша Аверьянов Василий Мазур Да, с Украины Плюс местные ребята Это Саша Цыганков Вот сейчас уже Александр Доварищ Да Вот Но Дух Командный был На очень высоком уровне Потому что Удалось сплотить ребят И сделать Результат Многие из них Потом стали мастерами спорта После полуфинальной игры С Роттером И в самом деле Собрали аншлаг В свое время Были периоды Когда шли Даже в тройке Чемпионата Не уступая Так скажем Спартаку В сегодняшнюю ситуацию Если проводить аналогию Я хочу сказать Что футболисты Те футболисты Которые сейчас В составе Выходят в составе Колесо Советов На футбольное поле Это Довольно-таки Высококвалифицированного Уровня игроки Потому что И Корнеленко И Веренко И Верховец Это игроки Сборной Которые проходят Отборочный цикл Чемпионата мира Отборочный цикл Был пройден Олимпийских игр Вот Это игроки С определенной психикой Психикой победителей Есть игроки Которые Играют Тот же самый Пурянов В Молдавии Играют В сборной Это все игроки Определенного уровня Очень высокого уровня Есть игроки Которые играют В сборной Парагвая Это нужно тоже Учитывать В взаимоотношениях С этими игроками И я Скажем Не называю Фамилии других игроков Тот же самый Балякин Он поиграл В Рубине На довольно таки Приличном уровне Петров Травмиров Да Петров Потом Есть группа игроков Которые Входят в молодежную Сборную Тот же Петров Цалагов Свежов И я Хочу сказать Что еще раз Повторить Игроки В крыльях Советов Довольно таки Приличного уровня Сейчас Задача Этих игроков Раскрепостить Найти те Позитивные моменты Которые Позволят им Совершенствоваться Дальше Как футболистам И самое главное Это в конечном итоге Дать результат Потому что в футболе На первый план Выходит все-таки Результат Как его добиться Мы эти пути видим Владимир Александрович Скажите честно Матчи с Локомотивом Боялись Не просто Возглавили команду Достаточно Это быстро Произошло Цыганков Был он В тренерском штабе У Тарханова У Гаджиева Вы были у Аверьянова Но вот сейчас На вас Легла полнота Ответственности И болельщик Не хочет И болельщик И ситуация И никто Не хочет Делать какие-то скидки Что вот Это изменилось В данном случае Главный тренер Мы говорим Исполняющий обязанности Тренерский штаб Вот то что Дебют Попал на локомотив Которому тоже Никак нельзя было Терять очки И Билищ Тот самый Билищ Которого Боготворит До сих пор Вся Хорватия Он сделал просто Чудесную команду И защитник был Великолепный И команда Какая у него была И вот Некуда было отступать И именно с этим Локомотивом Потом я так смотрел Мне казалось Что локомотив Сейчас мощнее Сильнее Чем Спартак Который опозорил Нас вот совсем Недавно Я хочу сказать Что боязни Не было И не будет Потому что Те люди Которые сейчас Пришли В тренерский штаб Это довольно таки Квалифицированные Специалисты Которые имеют Профессиональные Тренерские категории Работая Структурой клуба Мы Часто все Тренерский штаб Мы в курсе Всех дел Что творится С игроками В какой они футбол Играют Что нужно сделать Для того Чтобы добиться Результата Локомотив Очень плотно изучали Как локомотив играет Как он выходит Из обороны В атаку Было просмотрено Много Видео Я попрошу Сейчас паузу Я попрошу Наших редакторов Выпустить Нарезку этого матча И мы будем Продолжать разговаривать Да А вы Еще раз Возвращаемся К подготовке К матчу с локомотивом Да ну вот этот момент Вот посмотрите Какая ошибка Это Иван Таранов Да Ну здесь Неудачно брона Вот там Вот подскользнулся И два центральных защитника Они должны были Конечно Страхуя друг друга В центральной зоне Этот момент Предотвратить Но Не сумели Потом Игру все-таки Выровняли Потому что Изучив игру Локомотива Мы поняли Что Этой команде Нельзя дать разбежаться Если бы дали Разбежаться Ещенко Григорьеву Пенальти был здесь На мой взгляд Был пенальти Был контакт с игроком С другой пленки Видно что был контакт С игроком Ну и вот здесь тоже было Да Явное нарушение Здесь Ну минимум нужно было Давать штрафной Минимум нужно было Давать штрафной Но рефери Принял такое решение И вот да Тоже хороший момент И изучив игру Локомотива Возвращаясь Мы этой команде Не дали Так скажем Сыграть в ее игру Потому что Даже статические показатели Которые После игры У нас Хорошая информационная Служба работает Аналитическая Показали что Около 800 Технико-технических действий Сделала И та И другая команда То есть с локомотивом сыграли На должном уровне Единственное что Надо осознаться Проспали этот эпизод В центральной части Нужно было страховать Двум центральным защитникам Но ребята об этом знают Мы с ними уже разговаривали И смотрели пленку Владимир Александрович Ну вот да Две как бы проблемы Которые Видны были по этому матчу Команда достала Впервые Игроки шли в дриблинг Средний мелкий длинный пас Пытались разыгрывать Но вот не хватало Мощи Дерзости в атаке И понятно что Все таки Ясно Свежов очень старался Несколько остроумных Было передач Даже между ног Там был пас Но Вот того что называется Креативным игроком Диспетчер Он конструктор Плеймейкер Способный так Играть Вот очень остро Не хватало Не хватало В этой игре Да В атаке В самом деле Не хватало Мобильности нам Но Сейчас будет играть У нас Кабальера Кабальера Вернулся со сборной Да Пропускал еще Там по карточке И я думаю Что В паре С Сергеем Корнеленко Атакующий потенциал Команды будет увеличен Мы работаем на Дене Потому что В самом деле В атаку нужно добавлять В атаку нужно добавлять Владимир Владимирович Вы знаете Всех игроков Да Сибальес Гораздо больше Забивал у себя В парагвае Чем Кабальера Да И он Такой забивной игрок Вот в этом качестве Мы Можем его увидеть Конечно Что он сейчас переживает Вообще Он отнесся очень профессионально Вот я за ним В тренировочном процессе Наблюдал Даже В силу того Что он не вышел На замену На следующий день Тренировка Игрок ведет себя Очень профессионально Отрабатывает все Полностью То что предложено Тренировочной программой И самое главное Эмоционально Ребята Так скажем Мы с ними Очень много говорим И в частности С парагвайцами Объясняем ситуацию Вот И то что он Профессионально Отреагировал на это Это делает ему честь Проблем Никаких нет С этими игроками Левый нападающий Кажесайтов Анатолий Фетисов Вы знаете Сказали Раскрепостить Но это общие слова Отчего Раскрепостить их надо Какие оковы Надо снять С них И как вы это будете делать Что им мешает Сейчас Что им мешало Для этого С чем они закопищены Прежде всего Давит конечно Груз поражений Потому что Проиграет столько игр Поражение никогда Не добавляет Положительной эмоции Футболистам Только победа Может вывести Эмоциональное состояние Игрока На более Другой уровень И двигаться дальше Поражение конечно Отложили напечаток На психологию игроков Сейчас Мы пытаемся их Вывести с этого состояния Ребята нас понимают Самое главное Что меня радует Что они поняли Ту систему игры Которую мы им предлагаем А вы же не выйдете за них И не принесете эту победу Они должны их принести Конечно Так вот как они будут Выходить Игрок 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 Тренер отвечает За результат А игрок отвечает За свою игру Это Вообще принятая истина В футболе По самоотдаче К ребятам Претензий Вот по этой игре Которой мы руководили По самоотдаче Претензий К ребятам нет Другой момент Что где-то Нехватка Исполнительского мастерства В завершающей стадии Атаки Но я думаю Что Мы все равно Добьемся этого Что команда Будет играть В более мобильный футбол И я еще раз повторяюсь Потенциал У этих игроков Играть Именно в такой футбол Он у них есть Олег Васильевич Владимир Я хочу вас вернуть В 90-е годы И чтобы вы вспомнили Вы пришли В крылья советов Уже Защитив Кандидатскую диссертацию Да Напомните Какая тема была И что вы брали Из этой Кандидатской диссертации Какие исследования И воплощали их в жизнь В тренировках Давно Давно это было Но тема Конечно Методика Подготовки Футболиста Высокой квалификации В соревновательном Периоде То есть Это непосредственная Работа Связана с подготовкой Команд Мастеров Тот уровень знаний Который я получил В аспирантуре Защитив Диссертацию Мне помогает И по сегодняшний день В плане Мои Профессиональной работы Это И планирование Организации Тренировочных Нагрузок И определение Уровня физической Подготовленности Игроков Но самое главное Это на современном Этапе Тренер Больше должен быть Психологом Вот вопрос Психологии были у вас? Где? Ну Не даст Диссертацию Нет Психологию игрока Можно Понять Тогда Когда ты Непосредственно С ним общаешься В каждый день В разных ситуациях В хороших В плохих Да не нужен психолог Олег Васильевич Ну это какие-то вопросы У тренера У тренера Извините меня Он Любой тренер Должен быть Немножко психолог Конечно Я с вами согласен Но на данном этапе Я считаю Что без советов Психолог не нужен У нас достаточно Квалифицированный Тренер Владимир Александрович Вот такой вопрос Да вот Андрей Кобелев Такой Я Употреблю слово Мифологему Такую Создавал все время Много-много-много Молодых игроков Да и мы здесь говорили Но Значительная часть игроков Да вот в возрасте От Двадцати До двадцати Трех лет Показывал иногда Самую лучшую Свою игру Мы можем вспомнить Каких-нибудь Сычева Да многих Я помню Какой был Самедов Мамедов Игроки разные Можно перечислять Вот здесь Вот психологически Можно И они как бы Стали молодыми Вот Андрей Николаевич Говорил Да почему бы Тому же Цалагу У которого Были такие задатки Лидеры Он совсем иначе Играет В молодежной сборной У него есть удар И есть и дриблинг Да тот же Свежов Да вот И тот же Делькин был Совсем другой Вот здесь Вот есть проблема Психологическая Чтобы они играли Как последний Но если они сейчас Не будут блистать То зачем нам нужны Вот мы говорим Всегда Мы приглашаем Легионера Чтобы его уровень Он был выше Если ты игрок Если ты игрок Молодежной сборы Это ближайший Резерв Национальной сборной Ты проходишь Отборочный цикл Чемпионата Европы По молодежи То естественно Используется Тебя По полной программе Потом когда Выходят ребята На футбольное поле В четыре раза Быстрее Чтобы у них Комплекса Неполноценности Не было Хотя я этот Комплекс Неполноценности Не увидел Сейчас в игроках Но чтобы Двигаться дальше Нужно Говорю Еще раз Не нужно делать Скидки Ни на что В данной ситуации Только С полной Самоотдачей На футбольном поле Только мобильный Скоростной футбол Позволит Добиться Результата И мы К этому Футболистов Наших ведем Евгений Гицко Ну Я могу сказать Только Доброе Про футбол С локомотивом Такого футбола В этом сезоне Не было Команда Так не играла За исключением Первого тайма С зенитом Ну да Первый Но здесь Но здесь Был весь футбол Но Что вы будете делать С защитниками Как вы их научите Вот чтобы Они выполняли Свои обязанности И они не падали Или они не засыпали Когда нужно Следить Вот это вот Обратите внимание Я понимаю Что это сложно Многие приходят Тренеры Говорят Я начну с защиты Сейчас защиты Начинать Необходимо Ставить Но нам и впереди Игру И в середине Нужно ставить Проблески были Двигаться В том же направлении Я с Сашей Разговаривал Мы там Пообщались Поговорили Да Нужно им Растолковывать Что они сейчас Представляют Самару Не просто они По отдельности Их поблагодарит Самара Если они выполнят Все что нужно И я бы Саше пожелал Остаться ему До конца сезона А там будет видно Я согласен С Сергеем Он сейчас говорит Как защитник Он играл в защите Он понимает О чем он говорит Поэтому И в самом деле Мы очень много Сейчас говорим С игроками обороны Потому что Надежность в обороне Это прежде всего Мы пропускаем Очень много Провели сейчас анализ Мы около 80% Пропускаем После стандартов Или же После того Как мяч Выносится со штрафной И нету подбора Но кроме этого Конечно Защитник Он ценен чем? Это умением Отобрать мяч Сделать быстрый Скоростной пас В среднюю линию И при Это уже конечно Идеальный вариант Это еще поддержать Атаку Но сейчас Мы и со всех Игроков обороны Требуем прежде всего Это надежность Игры в обороне То есть Если мы играем Зонный метод Игры в линию То есть Играть не по воздуху Есть такой термин А играть надо уметь И в линии Надо уметь Играть по игроку Вот это считается Высшим проявлением Квалификации защитника Суметь в линии Сыграть по игроку Не дать произвести Удар по воротам Не дать Сделать проникающий пас В штрафную Вот это мы от них требуем Видно как Умело И агрессивно И вот в этом смысле Технично работает В атаку Телес Не всегда Не столь он Уверен и надежен В защите Но он играл И защитника И полузащитника Но вот нам Фланговых таких игроков Который может И обыграть И делает Нацеленные передачи Как-то рассматриваются Вообще Изменения каких-то Амплуа игроков Вот скажем Да В нынешней ситуации Пока нет таких Флангов у нас Да Вот Участие Телеса В линии полузащиты Ну Самое главное Суметь использовать Сильные качества Футболиста в игре Да У Тевиса Это есть Проход Есть по флангу Есть хорошая Нацеленная передача Неплохой Дриблинг Вот Вот эти качества Мы его конечно Используем в игре Но Тем не менее Есть проблемы Так скажем Игры в обороне Вот И изначально Он брался Как левый Атакующий Защитник У него это Неплохо получается Единственное Мы сейчас Делаем акцент На надежность Все таки Надежность Игроков Фланговых Крайних защитников То есть Не дать возможность Произвести Подачу Из-под Игрока В штрафную Не дать возможность Забить гол Это первое Что требуется Защитникам Второе Использовать Сильные качества У Тевиса Есть сильные качества Может он это делать Это не будет Возбраняться Потому что Здесь Вступают Элементы Команды Страховки Должны Игроки Я не знаю Потому что Они его должны В это время В этой зоне Страховать Владимир Александрович Короткий вопрос Потому что Он все равно Витает в воздухе Он тоже из области Фэнтези Огненко Роман У него хоть какой-то Шанс есть Попасть в команду Выходить на 5 или 7 минут В какой он вообще форме Сам он прежде всего Хочет Доказать Что несправедливо К нему отнесся Кобелев Ну Шанс Шанс есть Всегда у каждого Футболиста Использует он его Или нет Это уже Такой вопрос Риторический Но тренируется Он пока С молодежью Он тренируется С дублем И Понимаете Это такой тонкий момент Взять игрока Вести снова Футбольный коллектив Это очень тонкий момент Как взаимодействие С игроками будет Насколько он На данном этапе Готов Выполнять Так скажем Те требования Которые предъявляет Современный футбол Вот Будем смотреть Как он играет За дубль Как он тренируется Скорополительных решений Мы Принимать Не будем Потому что Это судьба Игрока Это судьба Человека Здесь В этой ситуации Нужно Более детально Более глубоко Разобраться Главное На мой взгляд Это Соответствие Критериям Игрока Уровня Премьер-лиги На современном этапе Который мог бы В данном случае Команде помочь Вот это главный критерий Пока он не готов К этому Столько Он не был Так скажем В плотном тренировочном процессе С основным составом Поэтому Говорить сейчас О чем-то Сложном Александр Я хотел бы Поблагодарить Владимир Александрович Через вас Команду За игру с локомотивом Видно что Именно команду Не набор игроков Как вот Предыдущий тренер Выразился Впервые Не впервые А как вот Возвращение Какое-то Да За многие месяцы Трибуны Почувствовали Команду За многие месяцы Трибуны Поддерживали И вот это Что что не хватало Давно Самаре Возвращается И приободрить Не сразу все Получается У нас сразу все Желание Побежали Теперь побеждать Но тенденция Видна И хотелось бы И хотелось бы Задать вопрос Такой Что Сейчас Собообразный Такой Труниверат Получается Тренерский Штаб Кто вас Пригласил И каковы Ваши функции В этом коллективе Ну Произошло Назначение Александра Цыганкова Исполняющими Обязанности Главного Тренера Естественно Он Посоветовавшись С руководством Клуба Сделал выбор В пользу Тех Людей Которые Сейчас Работают В тренерском Штабе И пригласил Потому что Я еще раз повторяю Все те Тренеры Которые входят Сейчас в тренерский Штаб Все профессиональные Тренеры Все имеют Соответствующие Тренерские Лицензии Профессиональные Единственное Тот вопрос С которого Вы начали О том Чтобы донести До ребят Я хочу сказать Что Наша задача Тренеров Кроме того Что мы Так скажем Ставим игру Занимаемся Организацией Тренировочного Процесса Довести до игроков Еще нужно Один аспект Никто Не убирал Такой Момент В жизни Футбольной Как клубный Патриотизм Донести до игроков Которые бы Любые игроки Которые приезжают В крылья советов Играют за этот клуб Что такое Ромбик крылья советов Что за этим стоит Какая история Какие традиции Стоят Что это Один из старейших Клубов России И за этот клуб Я не призываю Что нужно Умирать Ложиться костями Достойный Достойный футбол Достойный Этого клуба Нашего клуба Крылья советов Достойный футбол И отдаваться В каждой игре Мы От этой линии Не отойдем И от этого Этой линии Мы будем Дальше продолжать И требовать Будем Такого подхода Наше время Подходит к концу Я вот Зацеплюсь За это слово Более мобильный Футбол Более смелый Более атакующий То чего не хватало Команде Я очень надеюсь Что он будет получаться Андрей Если очень кратко Коротко по игрокам Стив Жозеф Реннет И Верховцов Трани были травмированы Как их здоровье И будут ли они готовы К матчу С Кубанью Реннет Он тренируется В общей группе Уже Осваивает тот объем Нагрузок Выполняет ту программу Которую Мы ему предлагаем Скорее всего Он будет В заявке На матч Верховцов Скорее всего Тоже будет В заявке На матч Но там Проблемы все-таки Есть Игрок получил Болезненный удар Коленный Сустав У нас в гостях был Владимир Александрович Креба Старший тренер Профессионального Футбольного клуба Королей Советов Мы могли бы Пригласить сегодня Александра Валерьевича Но все-таки решили Пусть он сосредоточится На игре Да пусть все-таки Сконцентрируется У него Настоящее испытание Очень хочется Чтобы у нас появился После Карпова Кирша Настоящий большой тренер У него Есть для этого Все возможности А я хочу Большое спасибо Сказать болельщикам Все-таки честно говоря Было страшно Еще сколько зрителей придет Они таяли То что пришло Больше 10 тысяч Зрителей В понедельник В очень неудобное время Это говорит Что нам нужны крылья И я надеюсь Что и тренеры Это точно понимают Потому что они И скрыли В там и воспитанники Восхода И Владимир Александрович Был в очень важный И сложный период Когда была другая команда И когда не говорили Ни о Лигах Европы Ни о Лиге Чемпионов Тем более 19-й тур Напоминаю Должен Может быть состоится В Перми Но точно состоится Следующая игра 25 ноября Воскресенье 16.00 Кубань Жесткая Плотная Уверенная в себе Очень хорошо организованная Крылья Советов И мы надеемся Что крылья Будут играть достойно Спасибо Встречаемся У телевизоров Или многие Я знаю Едут в Краснодар Болеем За крылья До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому